Повысить тарифы в несколько раз предложили ресурсоснабжающие организации. Они представили законодательному собранию и профильному департаменту свои расчеты, сколько должны стоить коммунальные услуги. Согласно предложениям теплоснабжающих организаций, рост тарифов с 1 июля 2022 года значительно превышает установленный правительством индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Так, по заявке ОСИБЭКа рост тарифа в 2022 году должен составить 406%. Гурводоканал предложил увеличить тариф на водоотведение более чем в два раза на 115%. А экология Новосибирск заявила, что за обращение с твердыми коммунальными отходами нужно платить 804 рубля за кубометр. Как подчеркивают областные власти, все это лишь экономически обоснованные тарифы. Их размер всегда гораздо выше утвержденных. Подорожание услуг ЖКХ ожидается с 1 июля на 5,2%. Это максимально возможный предел, установленный в России. Субъекты хозяйств хотят много. Хотят вот так вот и хорошо жить, поэтому и в два раза поднять, и в два с половиной раза поднять. Но есть нормативная база, для этого и есть департамент. У нас департамент достаточно грамотный, поэтому несколько раз защищал наши интересы. В том числе в судах мы отстаивали свою правду. И поэтому я надеюсь, что действительно все будет так, как положено в тех процентах, которые нам утвердили.